Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Также стоит отметить, что с прошлого года стартовал проект «Особ», то есть одно село, один продукт, где именно предприниматели, которые производят продукт из местного сырья, в нем участвуют. И они, кстати, могут участвовать в гранте до 5 миллионов. — Тоже это хорошая достаточно финансовая поддержка для стартапа, либо для оборотных средств уже продолжающих предпринимателей, скажем так. Кстати, вот в прошлом году под открытым небом была организована такая красивая масштабная акция по поводу одного села, одного продукта. Ну и не только, в том числе и местные предприниматели принимали часть. — Лучше товар Казахстана был, да. Это было 13 августа, насколько я помню. Там было предоставлено по проекту «Одно село, один продукт», 21 предприниматель. Из них были отобраны 10 человек. Из этих 10 отобрали 3 проекта, которые в этом году могут участвовать на получении гранта в конкурсе. — Присутствуя на этом мероприятии, я для себя открыла многие продукты, которые производятся, оказываются в нашем регионе, в том числе и сыр в больших масштабах, в том числе даже копченый. Рассказали учредители, каким образом все это происходит, но, к сожалению, логистика такова, что они живут вдалеке от города. Но в том районе и в том селе этот продукт пользуется большим спросом и успехом. — Да, и еще можно сказать, что этот продукт натуральный, без говно, без никаких добавок. То есть довольно-таки мало того, что он местный, он еще и вкусный, и он не уступает по качеству, в принципе, иностранным аналогам. — Проект «Одно село, один продукт» в прошлом году, если я правильно понимаю, запустился, и, в принципе, когда презентуют из одного района тот или иной продукт, он и таким образом ассоциируется с этим районом. Какие еще открыли для себя, может быть, вы, ниши, продукцию, товары? — Для меня было очень интересным, что, например, в Муглджарском районе выпускали сувенирные изделия. Это такие, как копилки, шкатулки из гипса. Из гипса, и гипс это добывается у нас, в Акчубинской области, да, там. И, конечно же, это еще один такой интересный был проект «Кейкота», то есть это трава, настойка для тех людей, у которых проблемы с ЖКТ, с болезнями ЖКТ. Вот, также это, в принципе, всеми любимый, да, там, скажем, Тара, Жарма, это Уиллский проект. Однако очень много было проектов, таких, которые мне понравились, но они не прошли именно в финал, да, там, это и Иргитский район был. Прям, можно сказать, практически целая артель, да, то есть все село занимается, вот именно одной продукцией выпускают. Это было очень интересно. Также там выпускают из дерева, например, утварь, именно кисея, да. Мы все чаще привыкли, что в основном продукция, если мы говорим о подарках различных, либо работа по дереву, либо из кожи. Но про гипс, да, я впервые слышу, интересно. Вот, поэтому очень интересный проект, и в этом году мы тоже вот в апреле месяце начнем ездить по районам, смотреть, выбирать, уже отбирать на выставку, которая ориентировочно состоится в мае. А сервисные услуги и маркетинговые в том числе предоставляете вы? Да. То есть это, ну, человек может заказать для, как бы, бизнес-план, там же исследование рынка будет, да, в этом бизнес-плане. Насколько пользуется спросом, да, и услуга, или тот или иной товар. Поэтому, в принципе, я призываю всех предпринимателей пользоваться этими услугами, приходить к нам в палату предпринимателя Томикен по адресу Санкипы Абатыра 22К, либо вы можете просто зайти к нам на сайт и потом уже онлайн заказать. Стартапы меньше всего задумываются о статистике, но в продолжении их работы в бизнесе, в предпринимательстве, в любом случае, каждый понимает, что оцифровка бизнеса – это, конечно, куда более точная наука, скажем так, точная работа. Да, мы знаем, куда именно бить так, чтобы выйти со своей нишей в премиум-класс и так далее. Да, если ты не знаешь… Мы работаем, как правило, по наитию. Если ты не знаешь цифр в своем бизнесе, значит, ты не ведешь бизнес. Либо ты ведешь бизнес куда-то под гору, считают многие маркетологи. Поэтому, конечно, нужно уметь читать, уметь читать свои мощности. Я, к примеру, тоже к нам обратилась женщина, у нее была своя пекарня. И когда мы просто посчитали, она увеличила свой доход и объем выпускаемой продукции в три раза. То есть, ну, считаю, что это очень хороший показатель. Показатель отлично, да. Поэтому, в принципе, все стартаперы могут прийти, проконсультироваться по стратегии, по тактике, по рынку, как продвигать. Все это мы можем проконсультировать у нас в палате предпринимателя. Ну, не только для стартапов, но и продолжающих бизнесменов, предпринимателей, в том числе, открытые двери и в отраслевые советы. Потому что вы работаете вкупе, предоставляете полный цикл работы. И в этом плане, конечно, ваша работа масштабная проводится именно в палате предпринимателей. Да, также, если предприниматели хотят участвовать в госзакупах, в нефтяных компаниях, то тоже могут обратиться в палате предпринимателей. Или же, если вдруг, так скажем, госорганы так или иначе начинают давить, то если вы чувствуете, если вы видите, что это незаконно, можете обратиться к нам, в палате предпринимателей. Да, это грамотная юридическая помощь, прежде всего. Где почти еженедельно идет защита бизнеса нашим отделам, юридическим отделам. Им за это большое спасибо. И бизнес чувствует себя в безопасности. Да, они понимают, что есть ведомство, которое может защитить их интересы. Главное, предоставить необходимые документы, все цифры и так далее. В этом плане работает, в том числе, открытая площадка. Я знаю, при палате предпринимателей Атамикен проводятся круглые столы, в том числе, не только с налоговым органом, с которым чаще всего возникают такие вот проблемные вопросы, но в том числе и с прокуратурой. Да, и подведение коммуникации вопрос очень остро всегда стоит для бизнесменов. Помимо прокуратуры, да, вот сейчас все знают, что убрали уже мораторий, который был, который помогал бизнесу. И на данный момент практически мы уже забыли, что значит проверки или санитарные нормы. И мы практически каждый месяц, несколько раз проводим вместе с нашими партнерами обучение по санитарным нормам. Спасибо большое за беседу, спасибо огромное за разъяснение. Напомню, что сегодня в студии был Ержан Нургалеев, начальник отдела по развитию малого предпринимательства региональной палаты предпринимателей Атамикен Актюбинской области. Уважаемые телезрители, на этом наша программа завершена. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»